И знаете, петербургская репутация, что занимает он вторые места против Лондона по количеству дождей и по количеству привидений. Не то, что привидений, собственно, не видел, но как-то было раз-два такие случаи, что за мной шли люди и заходили со мной в магазин, а я просто интересовался и стал искать их в магазине, уже не мог найти. И даже, даже встал у дверей в магазин, должны выйти ведь они, так они не вышли. Сейчас другой стали, может быть, и там другой выход был какой-то. Но тем не менее как-то произвело на меня впечатление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С этим как бы бороться приходилось всегда, везде, то есть замечания какие-то делаешь, говоришь что-то, а иначе никак. Это тяжело. Тоже особенность коммунальная квартира. Но сейчас вот у нас в квартире пока такая ситуация, когда как бы мы стараемся не мешать друг другу. Уважать друг друга и не мешать друг другу. Ну, приходится по-разному приходится как-то и в грубой форме объяснять, чтобы понимали люди. Но пока таких пьяниц, как бы таких вот хулиганов у нас нет. Пока стихо. То есть люди разные. Я вот таким образом получила эту комнату. Ну, после того, как... Я думала, что это в моё время на жильё будет... При социализме давали квартиры. Бесплатно. Я могла бы получить эту квартиру, естественно. Раньше она много. Но получилась перестройка. Пришлось зарабатывать самой. То есть я заработала эту квартиру. Мне повезло. Нет, я не руководитель. Просто я умею командовать. По жизни. Поэтому я стараюсь порядок наводить. Есть люди, которые как бы вот не могут командовать. Я могу. Ну, это уже вы задаёте такие... Ну, значит, любовники. Нет. Нет, я думаю, что этого лучше не нужно делать. Потому что места общего пользования. Общие. И мне было очень бы неприятно, чтобы тут ходили разные посторонние люди. И не только мне. Лично я против этого. И все мы против. То есть мы стараемся сами жить нормально. И как бы... Чтоб соблюдали правила какие-то. Человеческие хотя бы. Я сильно привыкла. Естественно, привыкла. Привыкаем очень быстро. В принципе, здесь не только плохой, хорошей много было. Шкаф видно, окно, стол, тумбочка, стулья. И это очень красиво. Здесь очень красиво на экране. Очень. Не то, что на самом деле. Здесь хоть не видно вот этой... Вот этой штуки-то. Не видно. Видишь, как хорошо. Что не видно? А, да вот это... То, что обвалилось. Вот. Вот что обвалилось, вот это, вот это не видно на телевизоре. Хорошо. Да. Вот мне бы штору бы сюда, кто бы сделал бы. Вот было бы красиво бы. Хорошо. Да. Ну, когда мы приехали, здесь обваливши не было. Вот этого не было. Вот. А когда крышу приподняли, крышу, вот, и у нас стало протекать. И так протекало. Лилось, как из ведра. И потом, значит, это... Стало подсыхать, и вот эта глыба, вот это все, все обвалилось вниз. То есть к нам сюда обвалилось. Как только меня-то не убило. А то в таком... Живите, это стыдно. Не могу никого гостей пригласить. Стыдно. Вот так. Работаю. Участвую, пока не работаю. Нам налоговая не разрешает пока работать. А так я на улице торгую. Шоколадками. Это самое. И сырками глазированными. На улице торгую. Даже в холод. Похожигание в России, глупые дневные какие-то прописки. Занчут. Обратите внимание, что оно, скажем, в последний год, когда вы слышали. И слышали не потому, что... Продолжение следует... 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 я работала железной дороге я была совсем молодой я пошла туда работать когда мне было 20 лет шла когда мне было 24 года с лишним это было хорошее время в принципе тебя было очень тяжело там находиться ну тогда у меня еще была какая-то такая надежда потом она ушла эта надежда ушла она надолго сейчас конечно там уже не так интересно стало а платят теперь еще меньше чем раньше то есть раньше я работала и получала хоть какие-то деньги на которые я могла бы питаться как попало одеваться то теперь наверное мне и на это бы даже не хватило то потому что зарплату там сильно урезали мы очень весело там зарплату кстати получали у нас очередь стояла на улице в резерв и получали мы с военизированной охраной чтобы друг друга не перебили потому что зарплату давали пару дней а потом ее отправляли на депонент и из депонента получать уже было наверно на месяц что ли в общем все старались ее получить именно в эти три дня а нас там около полторы тысячи человек вот можете представить как это происходит такая давка все стоят и ждут все ругаются матерятся очень весело вообще мне нравилось там работать на самом деле потому что выполняя непосильную вот эту свою работу я чувствовала что я еще на многое способны мне казалось что когда-нибудь это все закончится у у меня будет совсем другая жизнь к сожалению вот этот вот наш последний дефолт 98 года он очень сильно отразился на том что не стало возможности такой как какие я планировала раньше я думала что я все-таки пойду учиться хотя бы железнодорожный техникум какой-нибудь заочно чем закончу но нас урезали с деньгами и в общем как бы речь шла уже только о том чтобы просто выжить и жить дальше все свое время жил в казани городе казани 92 года приехал сюда живу и очень очень не рад что я приехал сюда жалею бы там 20 там сейчас мягко здесь никого нет скорее всего на это же ты буду переживать другой город куда-нибудь ближе к одному я работал только я был вне штатным господентом газете в место в казани и работа тоже в наладке инженером сейчас на пенсии давно уже сколько 7 лет на пенсии пенсия небольшая прямо скажем хотел бы чтобы выничали понимаете такая ситуация что товары-то становятся дороже а пенсия очень-очень мало понимаете увеличивается я обычно покупаю этот двойной одеколон я пользуюсь двойным одеколоном он всегда стоил 10 рублей а сейчас вдруг неожиданно стоить всего стал 35 стоить так что мне только одеколон там и другие вещи тоже так же почему-то дорожают вдруг не вообще не становится ничего все дорожают что не очень радует собаку лает кусается очень верный пес защищает меня всегда многие понимают даже вас на улице предлагают купить его это барвоза с моего то что он когда женщина говорит я шла за вами и стоило хоть кому-то посмотреть на вас сразу бросается очень злой пес очень верный сейчас он ему уже много лет ему с половиной 13 лет так что это думаю что наверно скоро мы расстанемся с ним а может быть и нет надеюсь что поживет еще мой барвоз скажите у вас что у вас во франции тоже коммуналки коммуналки есть такие у нас или нет вас коммунальная квартира есть но нет но это это очень это очень хорошо жизнь это по-моему совершенно противоестественно совсем разных людей бросает в одну квартиру поэтому часто преступления бывают какие-то есть даже такая статистика что коммуналках вот большая часть преступления совершает сильно в коммуналках совершенно разные люди постоянно сталкиваются между собой и кухня одна и та же понимаете и все такое очень не хочешь у нас то при очень большая коммуналка вот у нас в наш у нас тут состоит из двух частей ведь она вы знаете да две части между нами по дверь есть но в нашей части уже живет около 20 человек у нас и человек живет одна кухня один душ вот так конечно проблемы есть сахара да я очень уважаю это я замечательный человек был я уважаю поэтому когда я езжу я всегда с беру его портрет но это мои родители отец отца звали яков но мама елена он был военнослужащий это была старая фотография еще видеть там них такие еще погон не было в то время это были спала а погоны потом уже во время уже после войны стали это плохо видом это мой брат тут он умер в прошлом году спортсмен был и он здоровый образ жизни не пил не курил никогда занимался спортом бегал каждый день готовы бегут однажды но это силуэт там бабушка это бабушка мать моего отца это же никогда не видела знаешь она погибла время блокады ленинграда софья это отец это одна из последний фотографию он тоже умер довольно рано им только исполнил 60 лет был военный врач и у него такая судьба он кончил в это военно-медицинское училище ли здесь в ленинграде в питере дома отправлю грузию и он там 10 лет служил чем выучил грузинский язык в то время кто вернулся опять сюда и преподавал в этой академии в которой раньше он учился затем вы вызвали в нквд ну это знает гвд вы знаете это ночь в нквд вызвали и предложили ему быть этим доносчиком их называли там как называют их сексотами секретными сотрудниками чтобы он понимаете вызывал людей на разговор кто бы доносил им нквд то есть если но отец отказался и буквально через две недели вы перевели в забайкалье в читу до сибирь у него здесь мой маму там и женился он и там моя радость брат так Какой человек? Ну, кто будет такого здравого? Да, вон лежит тетка там, какой-то дочечка. Ну, это хорошо, чтобы я тоже не понимала, когда я там кому-то подписала. Ну, да, 93 года я тоже не хотела до такого. Вот так тоже, это точно, точно. Я тоже не хотела такой воздух подоживать. Сверхи белки все мало, еще сутри прошла ко мне. Ну, что ты закрываешь, я посуду. Ага, холодно. Горячую тижину включить. Ну, что-то тяжелое. Ага, холодно. Ну, ладно. Извините, не сихов мне вот так. А вот я с вами надо смыть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он достаточно мягко проводит тепло И это просто красиво ДимаTorzok Все рассохлось, когда лилось, все рассохлось Так, пошла я до чайника? Ты хотела покраситься? А? Покраситься? Да, я уже красилась Ну вот я уже красилась Сейчас еще попробую губки Вот еще немножко сделаю Да, ситуация, конечно квартира сколько стоит заплатить за комнату у меня задолженность так у меня это берут это пение больше чем квартата коль уже выписали и теперь у меня больше идет это сколько 1120 рублей за комнату да вот вместе с пением а так бы 500 рублей было шеф обещал мне это погасить я его между нами между нами только хочу прописать себе на год и без правоплощади уже ордер все делаем он сказал я тебе все задолженность тебе плачу задолженностью сделаю а чего не прописано что нигде ну он был прописан за городом а так прописка кончилась а так у гражданина россии у его паспорт гражданина россии вроде женщина нормальная стала так шоколочку надо было другое деть но сладко у меня с блёстками юбка с блёстками франсуаза сама выбирала ладно нормально ладно когда он умер-то а он на 30 октября вот было год 30 октября да он прям вот 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 ну вот этот вот был ничего не рак левого легкого он похудел так он не орал нет более ничего на сердце только жаловался умер при мне полтора дня я его так обняла у него сидишь и все еще и массаж делал и все бесполезно так но он в больнице нет ни в больнице рак уже не держит его четыре дня подержали выписали домой а через неделю и все а тут зоро похудел и стал падать видимо это пошло это метастаза пошли на голову главное это самое на работе было но шоу работу тоже надо было как раз работа была но прихожу соседи госку краски это поднимали его идет один туалет и падает сколько были вместе 30 лет 30 до тридцать лет так столько много он был такой ну ты знаешь он был симпатичный да конечно это это смоленький был вазакарий а бобро как у брежнева он все брил их брови подхоронили мы на ухту ухтинска знаешь у нас георгиевской кладбище вот недалеко от церкви тут у входа у него там ограда родные мать отец у него там да мать отец бабушка дедушка все там большая гада такая вот и подхоронили вы подняли у отца памятник это плитку подняли и туда подхоронили тысячи шестьсот взяли а так знаешь сколько кремация мы же отпевали прямо там теперь отпевает крематуре ну прямо там батюшка двадцать шесть тысяч вот так вот 20 тысяч рублей до 26 тысяч вот так а похоронить вот так а похоронить 60 тысяч муниципальный что-то там какие-то что-то там не знаю но брат помог брат я заняла немножко и братом стану братом все так что отпевали хорошо хорошо выглядело нормально все так как будем резать с розочками ти розочку не все равно давай розочки вот это да вот этот кусок я вчера мы со светом светом который муж что не узкий и мы вчера я не думал что полдвенадцатого мы с Витой разговаривались я громко стала говорить во сколько? полдвенадцатого было оказывается а мы со светом стали говорить я громко Анна Степановна слышно как она сегодня так тут же вот не дала спать разбудила ты днем выспишь и долго утром спишь сейчас не работаешь так не та самая вот не дала мне спать такой скандал закатила я говорю Анна Степановна ну извини пожалуйста ты три третий ты управ ты эти это что сейчас почему я в до doss это это Защищает всех, кроме Михаилов. Как приехала? Я приехала в 93-м году сюда. И я жила в Поти. Сын приехал за мной туда, в Поти. Забрал меня и привез сюда. Я здесь вот живу. С 93-го года. Я занималась, цветы сажала, деревья сажала, полола, траву полола, цветы полола. Нет, там все разбито сейчас, там надо визу, там сейчас я не пускаю. Сейчас же Грузия отделилась от России, не пускают нас туда сейчас. И деньги надо большие. Нет, я не ездила. В этой вот комнате сын здесь жил, и он сюда мне привез, в Ленинград. В Москве у меня никого нету. Здесь сын у меня был. Ну, очень хорошо, город очень хороший, все. Зелень много и театр. Но я, правда, никуда не хожу. Потому что уже ноги не ходят далеко. Далеко. И боюсь, чтобы не заблудиться здесь. Такой город большой и... Ну, вот это мой сыночек, вот. Зовути его Коля. Мы с ним здесь прожили три года. Вот, потом он умер. Я вот осталась одна. Сейчас езжу летом на кладбишко, часто езжу к нему. Ну, далеко там, правда, идить далеко полчаса надо. Ну, что сделаешь? Надо ходить, пока ноги ходят. Он работал на стройке. У меня комната тут получилась, здесь со стройки, все. Говоришь, что мужчина съедает примерно... Да, да, да. ...два килограмма помады в свою жизнь. Ну, смотря какой он мужчина. Нормальный. Некоторый и больше съедает. Это, наверное, помада много. Каждый раз их нужно выручать. Это, наверное... Раньше была такая химическая, наверное, вредная. Нет. На песню влевает. Полезно. Где туда работа пойти? М? Работу туда не пойдешь? Работать пойду. Куда? Куда родина пошли? Картошку космонавтам чистить. Они уж не берут, космонавтцы-то. Картошку космонавтам чистить берут. Берут? Ну, я теперь хочу на космонавтов переключить. Обез толку. Их уже не пускают, не летают. Сейчас туда только за деньги. Да я имею в виду этих, которые тут недалеко. А что здесь недалеко? На вечер или на день? Я в класс четыре часа. Класс. Сколько весишь? Сколько весишь? 45-47. Сколько? 45-47. А в том году? Что ж? У тебя ни туда, ни сюда. А Пушкин-то плохой какой-то. Почему это плохой? А что ничего не досталось мне? Не досталось мне очень. А не одинаково, по-моему? Да. А, нет, смотри. Ну, а меня че? Дай бы мне. Да. Сейчас каникул. А у меня просто так. Ну, как там твоя Москва стоит? Москва стоит, жужжит. Просто оттаз. Ну, я не жадный. У меня, правда, никого нет. Здравствуйте. У тебя была жена Наташа, любовница Наташа. Ну, это все прошло. Да? Все прошло. С годами все проходит. Ну, вся эта вот блажь. Ты счастлив? Да. Да? Да. Да. Нет, нет, не правда. Да иди, иди. Все эти истории, это только сложнее жизнь. Ну, проще быть. Да, конечно. Ну, жизнь была другая, понимаешь? Еще другая жизнь. Сейчас на это время просто не хватает. Господи, вот ты знаешь, вот такое ощущение, что просто вот у нас на личную жизнь вообще в России просто не хватает времени. А ее нету. А ее нету. Я нету. Ее просто нету. Где ты? Жизнь, где ты? Нет. Нет. Куда ты звонишь-то? Ну, интересно знать, в конце концов. Куда? Что ты пиздишь? А что ты врешь-то, блин? Почему он уехал? Куда он там отъехал? Ты чё это? Ты чё это? Ты чё это? Ты чё это? Кто у тебя там ушел на войну? Где он ушел на войну? Куда вы уехали? В морфлот, блядь. Куда? Морфлот. В смысле, Морфлот? Служить ушел за Родину. Куда? Служить ушел за Родину, ёб твою мать. На. Я не понял. Что хуле тут поднялся? Служить ушел за Родину, ёб твою мать. Иди на канава Роседана. И, а, я понимаю, почему я не хочу. Я знал, что был мой канал. Я слышу певный тень. Я чествую пальцами на часы. Красава. 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 У меня, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня. В процессе не избрять, не слушай. И ты кидаляешь мне Обустошением душ Уничтожая меня Ты отравляешь мне кровь Я ненавижу тебя И ненавижу любовь Я ненавижу Ты кидаляешь меня Обустошением душ Уничтожая меня Ты отравляешь мне кровь Я ненавижу Я ненавижу Я ненавижу Я ненавижу Я ненавижу Субтитры сделал Продолжение следует... 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 вот именно вот моя все еще собственник этой комнаты вот как организовать маленькой в комнатке так две маленькие вот тут 9 и 5 метров вот ну хоть и тесно но всем нравится вот у нас кто не придет говорит ой надо хорошо там и спаленка есть вот мой гена моя половинка идет моя половинка пришла вот мой красавец мужчина брови как у брежнева трудоголик мой сработки бедненький садись но ничего живопырка в тесноте да не в обиде снимай развивайся так народу тепло и ты как всегда бегом на работа бегом с работой бегом 10 минут жало нету автобуса пошел пьян я говорю ну что ж ты бегом то сработает а куда ты торопишься а это тоже привычка такая выработала привычка выработал значит уже со скольки лет на 14 или раньше даже работаешь уже да сколько вот половинка моя жуля и 10 лет она все понимает умная собачка очень это пекинес китайской породы у нее свое место есть доме любит она очень играть бегает на улице хорошо бегает играет снегу катается и на кровати спит ну я родилась в аренде одессе и училась в хореографической школе при театре нашем оперном а потом мне было 14 лет когда началась война и театре стали набирать балерин потому что уехали все балерины и вообще театр эвакуировался а надо было работать надо было как-то жить как-то кушать что-то танцевала я по девять тысяча девятьсот сорок третий год когда наши войска пришли опять в одессу тут уже все закончилось и тут меня в сорок шестом году сразу как только закончилась война меня арестовали за работу в театре во время оккупации посадили меня в тюрьму отправили меня в лагеря на 8 лет я меня освободили когда умер сталин стали всех освобождать те которые были так сказать не опасны для государства как балерины но меня освободили тоже то есть да 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 очень все неожиданно произошло очень странно и я никогда не предполагала что это произойдет со мной все было на самом деле прекрасно все и достаток был мой муж занимался бизнесом прекрасная квартира автомобиль и все все было на высшем уровне но ну 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 это уже просто несколько времени прошло и я уже могу спокойно об этом говорить мне мы ну 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 надо и не сказали скажи спасибо что не ты рядом лежишь и вот так получилось очень тяжело когда теряешь любимого человека и все бросаешь и уезжаешь в неизвестность и когда находишься в подвешенном состоянии совершенно чужие люди тебя окружают это не очень приятно если быть откровенной конечно я все прекрасно понимаю одинокая женщина это не очень прилично в нашем обществе это не считается нормальным когда одна у людей так такое мнение складывается что как будто никому не нужна конечно я прекрасно понимаю что уже пора бы встретить спутника жизни но не знаю как будут складываться обстоятельства заранее как говорят бог предполагает человек вернее человек предполагает бог располагает женщина женщина жить она а Играет музыка Играет музыка Играет музыка Никаких волчих взглядов, ни свирепых плов Несверепых плов Раньше засуетился Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Увы, чуда не случилось. А Тайсон только-только разогрелся. Да. Разогрелся. Да. Умение уклониться, умение спровоцировать на движение и наказать за него. Ты такой, чувак, убегай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 а у меня нет есть одна такая но она такая подруга у меня в общем кроме коли у меня никого не было да 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 анна степана 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 что-то это не понравилось что-то и она год уходить тоже пожилая но она слушай думан и не думаю сколько сейчас с характером с характером тоже вот так уходи и все освобождай мне комнату что-то там такое не значит с деньгами что-то там не знаю что поняты был хороший по-моему пришла сейчас насчет ее аккуратно а то ушки на макушке все слышно она по времени по-моему должна уже да нет вообще а сегодня так танька танька это все ревновала но это то это то можно говорить а танька дома сегодня дома и вы не видели ее я знаю что она сейчас работает давать два дня то работала да она так скандала с ним я слышу что ругается там а он девушку приводил такая хорошенькая на правда не бы он-то высокий сам вот она небольшого росточка волосы длинные красивые хорошая девочка их пара такой танки не понравилось при рановала вот так она думала что он у нее бросится куда нам такая квашня нужна у него молодая красивая девчонка это та еще вредно счета что у тебя доходы вот у меня доходы у меня доходов так 12 тысяч а что у тебя там копейки ягу каждому свое тут что-то она долго не работала а сейчас уже вы сегодня не видели ее сегодня таню не видели нет нет да значит она работа она уже как сегодня три дня три дня уже работает ой слава бог пускай работает без него легче так что такие дела а а Ну, что рассказать, про что? Как я живу? Живу плохо. Не нравится мне здесь, естественно. Потому что все на виду. Выходишь злая с утра. Встречаешь тут же человека, который тебе не нравится. Естественно, настроение падает. Идешь варить кофе. На кухне сталкиваешься еще с одним человеком, который не нравится. Настроения уже нет. Естественно, жить очень тяжело. Бывает ничего. Выходишь, когда варить кофе, вроде попался хороший человек, сказал доброе слово. Опять же, настроение улучшилось. Вот это жизнь. Ну, ничего хорошего в этой жизни, конечно же, нет. Надо жить, конечно, всем в отдельных квартирах. Это точно. Но есть и плюсы, опять же. Если ты заболел, человек поможет тебе. Сходит в магазин, купит что-то, принесет, вызовет скорую. Есть плюсы в коммунальной квартире. Но жить всем, я считаю, тяжело. Не только мне. Вообще тяжело в коммунальной квартире. Но есть люди даже в нашей квартире, которые здесь родились и не хотят отсюда никуда уходить. Это уже вот психология такая. Вот сколько, за 20 лет, пока я здесь живу, здесь очень много уехало отсюда. Очень многие получили жилье, бесплатное. Теперь эта проблема, конечно, она стоит остру. Теперь, я думаю, здесь люди будут жить до смерти, потому что не купить здесь жилье, людям не уйти отсюда. Вот это неизбежность этого времени. То есть у человека нет надежды, будущего нет. Вот это страшно. Нет будущего Ляны Степановны, потому что она не сможет купить квартиру. Ей никто не сможет дать эту квартиру. Нет будущего у нашей Светы, которая пьет. Нет у нее. То есть у Света Бейчик, может быть, она получится купить квартиру, но при таких ценах это тоже нереально. То есть люди теперь обречены жить здесь постоянно. Вот это страшно. Когда я сюда везела 20 лет назад, такой обреченности не было. Все люди рассматривали это временное жилье. То есть и я в том числе рассматривала это временное. На 2, на 3, на 5 лет минимум, максимум. Но теперь все. В коммуналках живут разные люди. Таких, как я, наверное, не очень много. В основном все более-менее адаптируются. Я не могу адаптироваться. Выхода нету отсюда. Для того, чтобы отсюда выйти, надо реально что-то сделать. Я ничего реально для этого не сделала. То, что я являюсь главной героиней этого фильма, это, конечно, вполне закономерно. Я как самый яркий представитель того, что может случиться здесь. Что можно прожить жизнь зря. Обычное дело Прилипает Твое липкое тело С похмелья мозги Разрывает Как ток Кто ты? Откуда? Где тебя я нашел? Я не мертвяю Вижу тебя Простойте, блядь Слушай, ты едаешь мне Опусажением душ Уничтожая меня Ты отравляешь мне кровь Я ненавижу тебя Я ненавижу любовь Запутались мысли В моей голове Дает Знать О себе ЛСД Нарушная дядя Несчастная душа Трибер Чесотка Хорошо Хуже Я ненавижу Большая нежность Я ненавижу Я ненавижу Я ненавижу Я ненавижу Я ненавижу Любовь Большая нежность Минутная слабость Большие чувства Сладкая гадость Смотреть на тебя Уже больше не стыд Лучше бы я В углу подрочил Я ненавижу Тебя Проснись Блять И слушай Ты кидаешь Мне Опусажением душ Уничтожая Меня Ты отравляешь Мне кровь Я ненавижу Тебя Я ненавижу Любовь Ты мне Ты передала Лучшее Грязное Делать Николай Сказал Помечает Я ненавижу Ты 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 Делать Как Мне Прелесмотря Твою Я знаю, что ты Что будет дождь, я слышу пение птиц Я чувствую в пальцах дрожь, когда наклоняюсь вниз Инструкция в правом кармане, конструкция номер пять Я медленно понимаю, что я не умею ждать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...